Хочу сказать, что с таким оружием историческим мы охотимся постоянно. Это не столь ценный экземпляр. И, ну, тем не менее, как сказать, не столь ценный. Это ружье, как вы видите, двуствольное, дульнозарядное, капсульное. С шестидесяток примерно лет это австрийского производства ружье. Вот его мы даем своим охотникам. Из минусов, из плюсов, огромный плюс, то, что вы имеете возможность поохотиться с этим ружьем непосредственно в охотохозяйстве. То есть взять какую-то дичь из него, с его помощью. Из минусов то, что, естественно, перезарядка у него довольно долгая. Требует определенных умений, скажем так. Умений и навыков, да. И Григорий сейчас покажет, как происходит эта перезарядка. Любое дульнозарядное оружие, будь то одноствольное, двуствольное, капсульное или кремниевое оружие, требует определенных мер безопасности. Оружие заряжается черным порохом. Для этого служит обычно пороховница, на которую накручивается нужная мерка. Мы уже знаем, какое количество нам нужно. Таким вот образом пороховница опускается, закрывается. И мерка у меня полна порохом. Теперь главное не перекутать стволы, чтобы я не засыпал в один ствол две мерки, во второй не одну. Начинаю я с левого ствола, насыпаю сюда порох. Мы сегодня будем стрелять чисто, скажем, чтобы показать, как работает оружие в холостую. Поэтому я буду использовать две мерки. Насыпаем сюда черный порох. Теперь я насыпаю черный порох во второй ствол. Вот. В оригинале, как использовалось это оружие, охотник носил с собой подготовленные шарообразные пули, если охотился на крупную дичь, или дров в специальных контейнерах. Шарообразная пуля же не клалась прямо на порох. Для этого использовался так называемый по-чешски фластер или пыш. Правда, этот пыш, он клался не под пулю, а пуля в него заворачивалась. Это был кусочек промасленной либо ткани, либо бумаги. Сегодня мы будем использовать простую, обыкновенную газетную бумагу, чтобы просто забить ствол, чтобы выстрелить. Сегодня мы, скажем, не охотимся, чисто демонстрируем. Кладем сюда бумагу. Можно с тем же успехом представить, что внутри уже есть пуля. Берем шомпол. Используются разные типы шомполов. Сегодня у нас такой железный шомпол, бывает и деревянный. Самое главное, опустить пулю прямо на порох. То есть важно прочувствовать, что именно пуля лежит на порохе. Для этого можно даже лишний раз делать вот такое вот движение. То есть, чтобы знать, что у нас пыш лежит плотно. Если пуля лежит неплотно, скажем, в середине ствола, это стопроцентный гарантированный разрыв ствола у вас в руках. Разрыв сердца у меня. Разрыв моего сердца от того, что мы потеряем хорошее ствол. Да, не портит ни оружие, не хочется, ни тем более ваши руки. Поэтому определенные навыки нужны и должны быть доведены до автоматизма. То есть совершенно не похоже на современное оружие с патронами, которые мы знаем сегодня. Делаем то же самое. Опять же, я удостоверю, что все забито туда плотно. Теперь надеваем капсулы. Капсулы даются в последнюю очередь, так как после этого оружие уже будет готово к устрелу. Капсуле производится для оружия. Мы их носим вот в такой вот штучки. Начинаем с правого ствола. Ставим. Взводим курок. Надеваем вот сюда вот. И роняем капсулы. Да, и роняем в траву. Сейчас мы уже никогда этот капсул не найдем. Надеваем следующий. Взводим второй курочек. Надеваем второй капсул. Сюда вот плотненько. И в принципе все. Оружие готово к выстрелу. Сейчас. Вот так вот это работает. Много дыма. Черный порох. Выстрел. В остальном же, то же самое, умение обращаться с ружьем, давать упреждения, но из-за исторического оружия. В остальном же, то же самое, умение обращаться с ружьем. В остальном же, то же самое, умение обращаться с ружьем. Продолжение обращаться с ружьем.